Уровень воды в Куйбышевском водохранилище бьет все антирекорды. На 5 сентября 2023 года датчики на гидропосте в районе Верхнего Услуна показали отметку в 50 метров 46 сантиметров по Балтийской системе, которую приняли еще в 1977 году для измерения высот не только водоемов, но и зданий, мостов и других инженерных сооружений. Если уровень воды водохранилища опустится ниже отметки в 49 метров, то вновь оно не поднимется или будет наполняться долгие годы. Похожая ситуация была в 2010 году. В 2010 году была очень критическая ситуация, потому что уровень воды упал почти до 49 метров из 53, а это уже критический уровень. Сейчас у нас полтора метра еще до критического уровня, а тогда он достиг этого критического уровня практически. Была очень большая груза невосполнения, но, к счастью, в 2011-2012 года позволили восполнить цену воду. Но ведь могло быть и по-другому, то есть если бы подряд были малоснежные зимы, могла другая ситуация быть. Как отмечают специалисты, причин опустошения Куйбышевского водохранилища как минимум две. Первая связана с аномально засушливой погодой в 2023 году. На протяжении всего лета в республике Татарстан сохранялась жаркая погода. По данным метеорологов, за три месяца в Татарстане выпало всего 69 миллиметров фасадков, что составляет приблизительно 38% от нормы. Вторая причина связана с падением прихода воды в Волгу из ее притоков. Казанка также является одним из них. В основном реки подпитывались водами подземных пластов Акинско-Белянкинского месторождения подземных вод, но сыграл человеческий фактор. Из-за начавшейся строки в районе были уничтожены выходы ручьев из-под земли. Также виной пересыхания рек стало активное ведение сельского хозяйства и постоянной гидронамового песка для устройства мостов, набережной и жилья. Все эти факторы пагубны, сказываются также и на водных обитателях. С точки зрения регулирования какие-то попытки идут, чтобы договориться с нижними регионами о... Ну вот в эти дни тоже работают там межведомственные комиссии, рабочие группы, чтобы договориться о том, на каком уровне все должно быть зарегулировано. Но это только одна из сторон. На самом деле надо сажать леса в береговой зоне, в полосе водосбора, то есть с территории водосборной площади надо просто сажать леса, которые улучшают и способствуют сохранению гидрологического режима территории, не высушивать болота, сохранять все мелкие реки, сохранять притоки. Последствия от пересыхания Куйбышевского водохранилища могут быть непоправимыми. После засухи в 2010 году качество воды ухудшилось на один пункт. Также от пересыхания страдают рыбаки. В Министерстве экологии Республики Татарстан говорят, что это привело к утрате значительной доли икры фитофильных видов рыб. И главное, что отмечают эксперты, снизилась выработка электроэнергии от Нижнекамской гидроэлектростанции на 5% по сравнению с прошлым годом. Какова будет судьба Волги и Куйбышевского водохранилища, пока секрет для всех. Однако вера в лучшее точно творит чудеса. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Фарид Захитуглы, Универньюс.